Депутаты Депутатов местных советов 28-го созыва и будет избран новый состав депутатского корпуса города. Председатель Пинского городского совета Александр Гордич держал отчет перед коллегами о деятельности совета и его органов в 2017 году. Четыре года назад пинчане отдали свои голоса 32 депутатам. Однако после избрания двух человек в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Колба и Ивана Рябковца свои полномочия до нынешнего дня осуществляли 30 депутатов. Парламентарии от Пинска постоянно бывают в своих округах. Это часть их работы и принимают участие в заседаниях сессий горсовета, которых, к слову, в прошедшем году вместо запланированных четырех проведено девять. За прошедший год принято 45 решений, которые совместно с исполнительным комитетом были направлены на исполнение городского бюджета и важнейших показателей прогноза социально-экономического развития, решения повседневных вопросов, жизнеобеспечения населения города. Непосредственно на сессии городского совета депутатов мы рассматривали следующие вопросы для того, чтобы определить ту проблемную тематику, в которой нам проблемное поле, в котором нам приходилось работать. Это такие вопросы как, во-первых, о принимаемых мерах по трудоустройству обязанных лиц и возмещении затрат на содержание детей в рамках реализации декрета номер 18. Вопрос о наведении порядка на земле и благоустройства дворых территорий, территорий, закрепленных за предприятиями. Вопрос о состоянии законности и преступности на территории города, который мы рассматриваем практически каждый год. О взаимодействии субъектов профилактики по обеспечению безопасности пожилых людей. Вопрос о ходе исполнения закона об обращении с отходами на территории города Пинска. На сессиях внесены уточнения в ряд мероприятий по реализации в городе Пинске государственных программ на 2016-2020 годы. Строительство жилья, социальная защита и содействие занятости населения, культура Беларуси, здоровье народа и демографическая безопасность, развитие физической культуры и спорта, Беларусь гостеприимное, комфортное жилье и другие. Александр Гордич перечислил лишь основные вопросы, рассмотренные на сессиях. Важные моменты, касающиеся жизнедеятельности города, рассматривались в ходе заседаний Президиума Совета. Президиум на протяжении всего периода координировал работу постоянных комиссий по вопросам экономического развития, бюджета и управления коммунальной собственностью, по вопросам социального развития, по обеспечению правопорядка и законности, по вопросам социальной защиты населения и делам ветеранов. Каждая из них принимала решения в своей компетенции. Значимость рассмотрения вопросов на вот этих трех различных уровнях сессия Президиума Комиссия состоит в том, что депутаты обеспечивают контроль за ходовое выполнение на территории города не только значимых общегосударственных законодательных актов, но и содействуют выработке совместно с исполнителями, другими заинтересованными сторонами, более рациональных подходов при реализации тех или иных направлений нашей деятельности. Сама же подготовка вопроса к рассмотрению подвигает к самоанализу и сравнению с другими территориями, принятию соответствующих мер реагирования. Одним из важнейших направлений работы является защита прав и интересов граждан, создание условий для свободного и достойного развития личности. Как отметил Александр Гордич, успешное решение этих задач во многом зависит от того, насколько эффективно действует система работы с населением. А деятельность Гурсовета и его органов была направлена на повышение результативности этой работы, открытости представительских госорганов, гласности и учета общественного мнения. Также информирование граждан о принимаемых решениях по важнейшим вопросам местного значения. Прямые телефонные линии, выездные приемы, всестороннее рассмотрение обращений позволило следовать главной цели – созданию благоприятных условий для жизни пинчан. Президиум городского совета постоянно, депутатская комиссия проделали определенную работу на правильное дальнейшее совершенствование деятельности Совета, повышение активности и ответственности депутатов перед избирателями, активизация работы по решению проблем жизненнообеспечения наших горожан, стимулирование заинтересованности людей в развитии той части административно-территориальной единицы, на которой они проживают. На завершающем заседании сессии городского совета 27-го созыва Александр Гордич поблагодарил депутатов за совместную работу и высокий уровень доверия друг к другу. Особые слова адресовал председателям постоянных комиссий и заместителям. Председатель горсовета выразил признательность и благодарность руководству исполнительного комитета за совместную работу на благо избирателей. Ряд наших коллег выдвинули свои кандидатуры и на текущих выборах. В связи с этим хочу пожелать им успехов и достойной победы. Совету депутатов нового 28-го созыва я хотел бы пожелать сохранения преемственности в работе, найти новые формы и методы в общении с нашими избирателями, быть более активными и информативными, вырабатывать и поддерживать важные, значимые инициативы горожан. В свою очередь, председатель горисполкома Андрей Мулярчик выразил слова благодарности всему депутатскому корпусу, который осуществлял свои полномочия на протяжении 4-х лет и лично Александру Гордичу. За то взаимодействие, которое есть между советом и сполкомом, поверьте, это очень дорогого стоит, когда все вопросы решаются спокойно, уверенно, на благо нашей страны, на благо наших горожан. Лично вас, Александр Александрович, за вашу мудрость, в первую очередь за тот опыт, который вы и я остановился только на должности, и мне передавали. Тем депутатам, кто пошел на новую кампанию в эту гонку, я желаю уверенной победы, люди все достойные, я надеюсь, что у всех все получится. За взаимодействие и всему депутатскому корпусу. То есть приятно, это все люди достойные, люди, я видел, это же на моих глазах все было, которые не безразлично и неформально, то есть были депутатами, реально решали вопросы, реально задавали вопросы мне, что надо обратить на что-то внимание, когда мы не успевали. Поэтому спасибо большое за работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова